В Украине растет напряженность в вопросах импорта и экспорта зерна. Ситуация ухудшилась после того, как Польша, Венгрия и Словакия прекратили оттуда импорт, чтобы защитить собственные сельскохозяйственные отрасли. Более того, сейчас возможность принять аналогичные меры рассматривает и Болгария. В то же время Россия блокирует экспорт пшеницы через украинские порты в Черном море. И это несмотря на соглашение, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции, и условия, которого власть Москвы обязались выполнять. Сейчас украинские власти ведут переговоры с коллегами из Варшавы, чтобы разрядить обстановку. Переговоры стали интенсивнее после того, как на границе Украины с Польшей образовались километровые очереди из фур с зерном. Водители рассказывают, что некоторым пришлось по четыре дня буквально жить в кабинах, чтобы дождаться возможности пересечь границу. Польшей образовались километров 15 отсюда. А вот непосредственно на этом месте двое суток. Мы не можем ни вправо, ни влево поехать. Поляки нам, да, дали руку помощи. Очень большое спасибо, поляки. А на следующий день почему-то Польша не пускает. Сейчас ведутся переговоры с украинской стороной по урегулированию вопроса транзита, потому что мы не против транзита, но у нас должны быть определенные гарантии. Следом за Польшей и Венгрией запрет на ввоз зерна из Украины приняла и Словакия. При этом премьер-министр страны отметил, что не останавливает транзит украинских фур. А сегодня рассмотрение возможности введения аналогичной меры заявили власти Болгарии. Делается все, чтобы обезопасить местных фермеров. В то же время Румыния объявила, что ищет решения, которые помогут поддержать украинских сельхозпроизводителей, не ущемляя интересов местных аграриев. Румынская пресса пишет, что завтра в Бухарест прибудет министр сельского хозяйства Украины, с которым и будет обсуждаться этот вопрос. Между тем Россия снова заблокировала украинское зерно в портах Черного моря. Об этом сегодня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. За последние дни из Украины не вышло ни одного корабля, а более чем 50 судам заблокировали заход на загрузку. Страны во всем мире зависят от этого спасительного зерна. Россия нарушает данные им обещания. Украинское зерно обычно экспортируется через Черное море. Вторжение России в Украину в прошлом году нарушило пути экспорта. Сделка с Россией, заключенная при посредничестве ООН и Турции, позволяет Украине продолжать экспорт по морю. Но Киев обвиняет Москву в замедлении процесса неестественно длительными проверками. В марте власти Москвы заявили, что согласны на продление действия документов всего на 60 дней, а не на 120, как предполагалось изначально. В поддержку украинских производителей Евросоюз либерализовал торговлю украинской сельхозпродукцией. В прошлом году большое количество зерна из Украины поступило в Центральную Европу по суше. Хотя товары должны были попасть в другие страны, часть из них застряла в странах на западной границе Украины, отчего пострадали местные фермеры. Сотни недовольных аграриев вышли на акции протеста с сельхозтехникой в Польше, Словакии и Румынии. Украина – четвертый по величине экспортер зерна в мире.